Сегодня мы расскажем о женщине, которая стала музой для двух великих мастеров. Это оперная певица Надежда Забелла. Два ее преданных поклонника, художник Михаил Врубель и композитор Николай Римский-Корсаков, оставили для нас целую серию ее образов в живописи и в музыке. Она вышла замуж за Врубеля и с той поры стала носить двойную фамилию – Забелла Врубель. Ее жизнь подобна вспышке – всего семь лет блистательных выступлений, а затем лишь скромные концерты и ранняя смерть. О том, как сложилась ее судьба – наш сюжет. Сезон 1899 года частный театр Саввы Мамонтова открывал премьерой. На сцене играли оперу Римского-Корсакова «Царская невеста». Постановку горячо обсуждали. Бывалые театралы утверждали – опера, как и декорации, написаны для одной лишь солистки – Надежды Забеллы Врубель. Певице шел 31-й год, и она уже третий сезон блистала на оперной сцене Мамонтовского театра. Надежда Забелла родилась в 1868 году в литовском городе Ковна, ныне известном как Каунас. Ее отец происходил из старинного украинского рода и своим дочерям стремился дать самое лучшее образование. В 17 лет, окончив Киевский институт благородных девиц с большой серебряной медалью, Надежда отправилась в Петербург. Она мечтала учиться пению, ведь голос у нее был звонкий, высокий, хрустальный. В консерватории ее дарование сразу же отметил директор – великий пианист Антон Рубинштейн. Он пригласил девушку в турне и сам пожелал выступить в роли ее концертмейстера. Гастроли по городам Германии, частные уроки вокала в Париже – и вот Надежда Забелла возвращается в Киев. Она выступает на сцене частной оперы – партию Маргариты в опере «Гуно Фауст». Она исполнила блистательно, а критик написал – госпожа Забелла создала такой поэтический образ, была так безупречно хороша в вокальном отношении, что с первого своего выхода на сцену и с первых же ноток всецело завладела вниманием публики. Молодую артистку завалили контрактами. Надежда Забелла поет в Екатеринбурге, Харькове, Тифлисе и Москве. А репертуар ее стремительно растет. И вот талантливая и уже хорошо известная артистка в столице. В Петербурге на сцене Панаевского театра в частной антрепризе она репетирует оперу немецкого композитора Хомпердинка, Гензель и Гретель. В опере-сказке Надежда исполняла партию девочки Гретель. Однажды утром во время репетиции к ней из-за кулисы подбежал незнакомец. Позабыв всякие нормы приличия, он бесцеремонно представился даме. Михаил Врубель. Воскликнув в прелестный голос, он поцеловал ее руку. И ее голос так околдовал живописца, что тот влюбился в нее сразу же. Врубель пришел в театр случайно, лишь для того, чтобы подменить приболевшего Константина Коровина, который должен был сделать декорации к спектаклю. «Случайность стала судьбой». Через несколько дней Врубель сделал Надежде сразу два предложения. Первое – написать ее портрет в образе маленькой Гретель. И второе – стать его женой. Надежда загадала, если картина ей понравится, предложение она примет. Свадьбу сыграли на четвертый месяц знакомства. Вскоре после венчания знаменитый меценат, купец Савва Мамонтов, пригласил Забеллу, теперь уже Забеллу Врубель, солисткой в свою частную оперу. Супруги переезжают в Москву. 29-летняя певица в самом расцвете творческих сил. Вместе с ней у Мамонтова трудится и Михаил Врубель. Он не только создает великолепные декорации для постановок, но и превращает оперные роли обожаемой жены в целую галерею живописных образов. Тамара, царевна-лебедь, Снегурочка. Его фантазия неисчерпаема, когда он создает костюмы и придумывает изысканный грим для своей обожаемой жены. Спектакли с ее участием он не пропускал. Услышать Забеллу стремилась вся Москва. Композитор Михаил Гнесин восхищался. Голос у нее нежно-сверельный. Казалось, сама природа играет на этом музыкальном инструменте. Ее талант поразил даже знаменитую актрису Ольгу Книберчехову. Как прекрасно и просто поет и играет Забелла. Я плакала. Растрогала она меня. В партии «Волховы» из Садко артистку впервые услышал автор оперы «Римский корень». Своё восхищение он выразил в письме. Вы сочинили морскую царевну. Вы создали в пении и на сцене ее образ, который так за вами навсегда и останется в моем воображении. И вот уже великий мэтр русской оперы самолично репетирует с чудо-певицей. Они работают над партией «Снегурочки». Ее голос кажется композитору идеальным. Забеллу Врубель называли «Корсаковской певицей». Ведь она исполняла все партии для сопрано в его опера. А некоторые, такие как Марфа в опере «Царская невеста» и «Царевна лебедь» в сказке о царе Салтане, были написаны специально для нее. Так творческий дуэт супругов Врубель превратился в творческое трио. Надежда стала музой для обоих – и композитора, и художника. Одну из своих картин Врубель так и назвал – «Муза». Римский Корсаков создал портрет своей вдохновительницы в романсе под названием «Нимфа». Жизнь ее многим казалась сказкой. Врубель опекал супругу как мог. Он сопровождал ее в гастролях, занимался обустройством квартиры, устраивал званые обеды. И, конечно же, один за одним писал портреты красавицы жены. Однако любая сказка заканчивается. Жизнь Забеллы Врубель оказалась чудесной сказкой с трагическим финалом. Родители тяжело переживали, когда их Савочка родился с врожденным дефектом, раздвоенной заячьей губой. Через два года малыш умер, а у несчастного отца Михаила Врубеля начались приступы умственного помешательства. Быть может, это были отголоски прежнего. Когда-то в Киеве он расписывал Кирилловскую церковь при доме у малышенных. Теперь жизнь рушилась. Частная опера Мамонтова закрылась, ушел из жизни и самый близкий друг – композитор Римский Корсаков. Надежда поступила солисткой в Мариинский театр. Но там блистали свои Примадонны. А потому на сцену она выходила редко. Ей предлагали лишь выступления в камерных концертах. Современники вспоминали. Внешний облик ее, да и пение были обаятельны по-прежнему. И все же это была тусклая акварель, лишь только напоминающая картину, написанную масляными красками. С годами приступы шизофрении мучили Михаила Врубеля все больше. Надежда не покидала супруга. Она часто пела ему любимую колыбельную волховы из оперы «Садко». Когда за три года до смерти художник потерял зрение, ее голос, голос Надежды, стал для него едва ли не единственной связью с миром. Михаил Врубель ушел из жизни в 1910 году. Его муза пережила его на три года. В последний раз она вышла на сцену 20 июня 1913 года. На следующий день ее не стало. Ей было 45 лет. Субтитры создавал DimaTorzok